Ни для кого не секрет, что репетиторство является дополнительным источником дохода для некоторых преподавателей. Однако, со своей стороны, они должны помнить о том, что независимо от того, приобретут они или нет статус индивидуального предпринимателя, уплата единого налога является обязательной. Оказывать услуги репетитора можно в рамках предпринимательской деятельности или по завительному принципу, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В том и в другом случае, уплата единого налога – обязательные условия для осуществления данной деятельности. В текущем году в налоговой инспекции Московского района зарегистрировано 63 репетитора, а сумма единого налога с их услуг в бюджет составляет более 44 миллионов рублей. В основном репетиторов привлекает деятельность по заявительному принципу. Причина такого выбора более чем прозрачна. Не нужно ввести учет полученных доходов, составлять и предоставлять налоговые органы отчетную документацию, что значительно упрощает введение репетиторской деятельности. До начала оказания репетиторских услуг вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением о показании таких услуг и уплатить ставку единого налога, которая составляет 175 тысяч белорусских рублей. Данная сумма уплачивается за те месяцы деятельности, в котором педагог занимается репетиторскими услугами. Те, кто понадеется на пресловутый авось и рискнет оказывать репетиторские услуги в обход буквы закона, ждет наказание в виде административного взыскания в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее половины базовой величины. Поэтому во избежание пятна на репутации такой благородной профессии, как преподаватель, уплачивать налоги необходимо своевременно.